Бомбардировки происходили, ну и естественно Манчжурия, вот это известный вальс на сопках Манчжурии. Русско-японскую войну называют шахматной партией за мировое господство. Она продлилась с 1904 по 1905 год. Вместе со своей страной в военных действиях приняли участие более 6000 ярославцев. Лишь 300 из них не вернулись. Сегодня их историю рассказывают вещи. А вот этот башлык хоть и относится ко времени русско-японской войны, но на выставку не попал. В нем завелась мойль и по музейным правилам его использовать нельзя. Но предмет, тем не менее, интересный. В холодное время им согревались. Причем есть такая особенность, если концы башлыка заправлялись в ремень и находились вот так, значит солдат находится в строю. А если они завязывались за спиной, значит человек находится в увольнении. Организаторы выставки, приуроченные к 110-й годовщине русско-японской войны, надеются, что среди посетителей будут те, чьи предки воевали в 1904-м. Нам будет очень интересно, кстати, если откликнутся те люди, у кого остались в семье. Какие-то воспоминания или какая-то история связана их семьей с русско-японской войной. Выставка получит продолжение. В ближайшее время будут опубликованы списки георгиевских кавалеров русско-японской войны. Евгений Журавлев, Сергей Ватин. День событий. Евгений Журавлев, Сергей Ватин.